Обстоятельство происшествия рассказал начальник департамента полиции области Бехита Магамбетов, который лично контролировал ход раскрытия преступления. 29 августа поступило сообщение о том, что на один из домов поселка Каскад Медагаринского района, на улице Школьная, совершено нападение. Там проживал 83-летний мужчина и его 73-летняя супруга. Женщина, страдающая почти полной потерей зрения, услышала, что в дом кто-то вошел и стал требовать ее мужа деньги. Рядом пролетел с запахом мужчина и якобы толкнул. А оказалось, не толкнул, он ножом ее пронул. Старика, же нападавший, ударил ножом три раза. От полученных ран тот скончался на месте до приезда полиции, вызванной соседями, которые услышали шум. Оперативники приступили к поиску подозреваемого. Сутки полтора ушло на установление личности и вышли на одного из этих жителей. 91-го года отрицательно характеризуется, пьет, занимается случайными заработками. Подозреваемый покинул место жительства. Его поиск осложнялся дождевой погодой тем, что из 130 дворов поселка многие заброшены. Сам населенный пункт примыкает к лесному массиву. К розыску привлекли пограничников. Поселок стоит недалеко от России и полицейских из соседнего Узенкульского района. Искали в степи и в лесу, но подозреваемый, как выяснилось, скрывался в поселке. То в одном, то в другом заброшенном строении. И был найден задержан в пустом сарае, в котором соорудил себе укрытие. Он давно приглядывался за этими стариками. Для него же это большие деньги. Они получали хорошие пенсии. Два, значит, мужа, жена. И у него возникла мысль. Он сначала выпил хорошо где-то там, со своей сожительницей выпил. Кстати, она тоже была дала показания. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. Разбой, покушение на убийство и убийство. Там еще усматривается один его подельник. Ну, его, единственное его показание, некий там его знакомый, который раньше спил, стоял на шокере. Ну, тот не признается, приводит алиби, я там не был. Ну, сейчас работаем. Я думаю, если имело место, мы это докажем. Продолжение следует...